МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 70 зареченских школьников совершили заплыв в городском бассейне в честь юбилея Заречного. Сначала, как принято, состязались в личном первенстве. Борьба среди юношей получилась нешуточной. Наряду с любителями бок о бок шли профессиональные спортсмены. Но в мужском обществе уступать не принято, ведь на кону честь школы. Тут есть мои соперники по плаванию, друзья, товарищи из других групп. Мы, в общем-то, между ними боремся вместе. Среди города своего доказывают, что наша школа лучшая. В некоторых школах подбор команды вызвал затруднения. В частности, девочек, способных не просто доплыть, а еще и посоперничать, оказалось катастрофически мало. Потому отдуваться за всю школу пришлось спортсменкам. Аня Копылова такой поворот событий не удивил. Хотя как раз в ее семье с пловцами все в порядке. Их помимо Ани четверо. Родные братья и сестры. Диана Грачева тоже в плавании не новичок. И признается, всегда рада лишний раз поучаствовать. Просто больше нас никого нет в школе. Мальчики есть, а девочек почти ни у кого нет. Ну, понятное дело, что мы идем. Потому что никто больше не плавает из нашей школы. После личных заплывов командная эстафета. Оживление в зале показывает. Она вызывает неподдельный интерес у всех присутствующих. И именно в ней наиболее заметен уровень подготовки ребят. Но так как борьба командная, промахи девочек на дистанции перекрывают своим усердием мальчишки. Гонка держит в эмоциональном напряжении не только самих участников, но и зрителей. Я просто болел за эти соревнования. И особенно вы следили за эстафетой. Эстафета во всех видах спорта является самой зрелищной, самой массовой видом. Она привлекает всех болельщиков и участвуют все участники команды. Но, пожалуй, самые страстные болельщики на этом празднике спорта – учителя физкультуры. Именно на них легло бремя отбора и подготовки участников. Возможно, кто-то помогал только морально, потому что плавание – не их конек. Что совершенно не умаляет роли учителей в воспитании интереса к спорту и их стремлении вырастить здоровое поколение. Спартакиада и все соревнования для школы очень нужны. Чтобы все-таки дети у нас занимались и физкультурой, и спортом. Для своего здоровья и для процветания, наверное, нации, что ли. Спартакиада закончилась. Бассейн опустил до следующих соревнований. Но состязания принесли свои плоды. Ребята попробовали силы в нелегком виде спорта – плавание. А город получил еще один яркий подарок к своему юбилею. Галина Захарова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».